История комсомольской организации Нинецкого округа в новых экспозициях окружного краеведческого музея. Ее подготовили ко дню комсомола по просьбе ветеранских комсомольских организаций. Уже работающую экспозицию добавили новые предметы, рассказывающие о истории легендарного движения в регионе. Через два года ВЛКСМ отметит свое столетие. Фотография, которая представлена здесь, показывает нам лица участников первой конференции комсомольцев округа. В январе 1930 года и была создана комсомольская организация в Нинецком округе. Хотя первые комсомольские ячейки появились раньше, с 1923 года в отдельных населенных пунктах. Комсомольская организация Нинецкого округа на первых порах объединила 167 человек, неравнодушных и верящих в светлое будущее. Ячейки были созданы во всех учебных заведениях региона. Комсомольцы принимали активное участие в формировании и становлении округа в 30-х годах, работали на стройках страны. Подтверждением тому служит любопытнейший экспонат – комсомольская путевка. Комсомольская путевка выдана Хатанзейскому. В.Е. мы не расшифровали имя отчества, по которой он направлялся на строительство северного или заполярного города Хальмирью. Вообще стоит отметить, что комсомольцы нашего округа и целину поднимали. Об этом рассказывают значки, представленные вот здесь на выставке. Каждый экспонат – это рассказ о жизни комсомола. Вот этот вымпел был вручен за большие успехи в труде комсомольской молодежной бригаде оленеводческого колхоза. Бригаду возглавлял Максим Бобриков, который позднее стал депутатом Верховного Совета СССР. В центре экспозиции – комсомольский билет будущего первого секретаря окружкома комсомола Ненецкого округа Вениамина Шахова. Комсомольский билет ему был выдан в 1958 году. Здесь же – постановление Пятого пленума ВЛКСМ. На нём комсомольцы обсуждали военно-патриотическую деятельность и спортивную работу. Данная деятельность в развитии этих направлений ведётся и сейчас. Здесь активное участие принимает Общероссийская общественная молодёжная коммунистическая организация. Основная наша цель – это патриотическое воспитание молодёжи, это различные проекты. Также в планах у нас участие во всероссийских мероприятиях, в поисковых мероприятиях. Есть задумки по участию в поисковых мероприятиях наших земляков, тех, кто упал в боях во время Великой Отечественной войны. В связи с 1998 годовщиной создания комсомола будут проведены у нас в партии и в комсомоле памятные мероприятия. Цель их, естественно, это не забывать тех, кто был комсомолом, комсомольцем, отдал жизнь, будучи комсомольцем за нашу родину, погиб в боях во время Великой Отечественной войны. Молодёжь многих поколений связала свою судьбу с этой организацией. Комсомол имел огромное влияние во всех сферах жизни. Через структуру ВЛКСМ осуществлялось идеологическое воспитание молодёжи, реализовывались политические и социальные проекты. Через два года комсомольское движение отметит своё столетие.